Страшные новости из Подмосковья не оставили в стороне никого. В концертном зале Крокус Сити Холл произошел теракт. Среди пострадавших есть и белорусы. Женщина 78-го года рождения погибла. Мужчина 81-го года рождения в крайне тяжелом состоянии в больнице. Еще одного пока не нашли. Оба работали на первой линии охраны концертного зала. Четверо подозреваемых в совершении теракта заключены под стражу. Задержали их в Брянской области. Всего же задержаны 11 человек, в том числе и предполагаемый руководитель группы. Напомним, 22 марта первые сообщения о стрельбе на концерте стали появляться после 8 часов вечера. Люди ждали выступления группы «Пикник». Начало нападения попало на камеры. Из-за подрыва и поджога в зале начался сильнейший пожар. Огонь быстро охватил здание площадью почти в 13 тысяч квадратных метров. В какой-то момент частично обрушилась кровля. Локализовали пожар только спустя 5 часов. Эвакуировали свыше 5 тысяч человек. Количество погибших – 144 человека. 97 в больницах, сообщают российские ведомства. Спасательная операция завершена. Продолжается поиск погибших. Поэтому цифры не окончательные. Следствию предстоит выяснить все обстоятельства теракта. 24 марта в России был объявлен общенациональный траур. Беларусь скорбит вместе с соседней страной. В Гродно в течение двух дней люди несли цветы и игрушки Генеральному консульству России. Среди присутствующих представители исполнительной власти, депутаты, СМИ, УВД, члены профсоюзов и люди, которым эта трагедия отозвалась нестерпимой болью. Глава государства Александр Лукашенко, общественные организации и партии нашей страны направили в адрес России слова соболезнования. Наш президент все сказал. Он сказал о том, что преступники будут найдены и наказаны. Он сказал в том, что мы полностью поддерживаем, всеми своими силами поддерживаем российский народ. И белорусская партия «Беларусь» стопроцентно, абсолютно разделяет эти слова. Еще раз приношу слова соболезнования народу России. Возложить цветы. Пришли вместе с дочерью. Я ее всегда беру на подобное, скажем так, мероприятие, чтобы молодое поколение тоже знало и чтило память. В знак скорби и памяти в Гродно отменили запланированное на выходные развлекательное мероприятие. А в храмах молились за тех, кто стал жертвой теракта. Молимся за ахвяры теракта в Москве, как Бог принял свое небесное володарство у всех загинулых. Наполню с утешением их родных, близких, у всех потерпелых, опораненных, а дары у лаской худкого оздоровления. Тебя просим. Как говорит святейший патриарх Кирилл, наше дело первостепенная молитва об упокоении всех безвинно убиенных, умерших в этом террористическом акте, а также молитва о всех тех, кто был ранен, изувечен, чтобы Господь исцелил этих людей. Мы молимся о всех, кого затронула эта трагедия в городе Красногорске. Господи, помилуй, спаси и сохрани всех.